Осужденный по делу о двух драках в центре Москвы полузащитник Краснодара Павел Мамаев не будет подавать прошение об отбывании тюремного срока заключения в СИЗО. Ранее от этой возможности отказался нападающий «Зенита» Александр Кокарин. Сразу после этапирования в колонию общего режима футболисты смогут ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Полузащитник Краснодара Павел Мамаев последует примеру нападающего «Зенита» Александра Кокарина и откажется от возможностей отбывания тюремного срока в следственном изоляторе. Игорь Бушманов, адвокат футболиста, рассказал, что в Бутырке, где сейчас находятся осужденные, условия хуже, чем в колонии. Не думаю, что кто-то из осужденных по этому делу пожелает воспользоваться этой возможностью. Во всяком случае, Павел точно такого заявления писать не будет. Есть масса нюансов, по которым СИЗО хуже колонии. Например, даже работая в хозяйственном отряде человек содержится в камере, то есть фактически сохраняется тюремный режим, который предшествовал осуждению. Грубо говоря, в колонии более человеческие условия, приводят слова Бушманова С. Напомним, что Кокарин Имамаев, а также детский тренер Александр Протай-Советский и младший брат форварда «Зенита Кирилл», ставшая фигурантами дела о двух драках в центре Москвы, произошедших осенью прошлого года, были признаны виновными судом в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора нами Сергея Гойсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Кокарин был наказан сроком на год и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Мамаев осужден на год и пять месяцев в колонии общего режима. Идентичный наказанию Мамаеву срок получил и Протай-Советский. В ходе заседания защита подсудимых выиграла лишь одно дело, судья Елена Абрамова оправдала Кокарина-младшего по статье 116, «Побои» в эпизоде с избиением Виталия Соловчука, однако статью 213 «Хулиганство» оставила в силе. Он получил один год и шесть месяцев. Согласно законодательству, осужденные имеют право написать заявление о желании отбывать наказание в СИЗО, если срок их заключения не превышает трех лет. Уже известно, что Кокарин-старший не будет подавать соответствующие прошения. По словам адвоката игрока Андрея Ромашова, для возможности УДА футболистам необходимо пробыть какое-то время в колонии. Суд никогда не определяет УДА, если не отбыли срок на зоне. Пребывание в СИЗО не отвечает задачам перевоспитания. Им нужно пробыть в колонии, чтобы было УДА. Поэтому нет смысла отказываться от апелляции. Она будет назначена месяца через два, может, три или полтора. «Надеюсь, суть проявит гуманность и снизит срок», – цитирует адвоката газета «Известия». Что же до спортивного будущего Кокарина и Мамаева, то правозащитник Хавбека Быков рассказал, что клуб, который выражает желание расторгнуть контракт с Павлом, не сможет сделать это. Рассмотрение апелляции – это долгий процесс, на который может уйти несколько месяцев. В этот период Краснодар не сможет аннулировать соглашение с Мамаевым. Это подтвердил глава профсоюза футболистов Александр Зотов. «Зенит» же проявляет терпеливость и лояльность в отношении Кокарина. По итогам этого сезона футболисту будет вручена медаль за победу в чемпионате России, хотя Александр успел помочь команде лишь в трех матчах. Кроме того, главный тренер «Синебелоголубых» Сергей Семак неоднократно говорил о желании продолжить работу с Кокариным, когда он отбудет наказание.